ПЕСНЯ И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Мы продолжаем с вами эту нелегкую работу по изменению своего ума, и как верующие люди в этом труде мы будем опираться на священное писание и на учение церкви. Сегодня мы с вами слышали притчу, которая в церковной традиции носит название «безумный богач». Но в чем же он безумен? Ведь действительно, он же не тратит деньги направо и налево. Он не тратит их на безумное коллекционирование каких-то ненужных вещей и не живет впроголодь, при этом имея огромное состояние. Глядя на него, мы бы сегодня сказали, что он достаточно успешный бизнесмен. Его дело приносит ему доход, и он им грамотно распоряжается. И что греха таить? Мы же сами бы хотели сказать эти слова. Душа, много у тебя добра. Ешь, пей, веселись. Ведь каждый второй или каждый первый занят тем же самым. Посмотрите, чем мы заняты в течение всей нашей жизни. Мы зарабатываем деньги. Для чего? Чтобы встать на ноги, чтобы поднять детей, чтобы иметь уважение в обществе и так далее, и тому подобное. Тем же самым, что был занят этот богач. Но здесь есть одна вещь, на которую нам нельзя не обратить внимания. Посмотрите, мы участвуем в гонке, которая никогда не заканчивается. Мы приобретаем новые вещи, но они изнашиваются, ломаются, устаревают, и мы вынуждены их менять. И здесь получается, что мы всегда должны менять одну вещь на другую. И в результате, в конце жизни мы по-настоящему ничего не приобретаем. В этом и есть безумие – потратить свою жизнь впустую. Но эту притчу можно было бы назвать по-другому. Не безумный богач, а безумный я. Потому что в глубине души я тот же самый богач, или как минимум стремлюсь стать таким же, как он. Но не безумие ли потратить единственную жизнь ни на что? А давайте подумаем, а есть ли у нас вещи, которые не пропадают в нашей жизни? И, как ни странно, ответ окажется очень простым. Знания, по-настоящему приобретенные знания, никуда от нас не деваются, что бы с нами в жизни ни случилось. Вера. Вера всегда есть у человека. Если вера куда-то пропала, значит, человек не был никогда по-настоящему верующий. Вера помогает преодолеть человеку любую жизненную ситуацию. И в любой жизненной ситуации она только крепнет. Настоящая любовь. Любовь никуда не проходит. Она все переносит и всегда надеется. Вот эти вещи, которые никуда от нас не денутся. И значит, если мы посвятим свою жизнь вере, надежде, любви, познанию, эта жизнь не будет потрачена зря. Дорогие братья и сестры, хватит. Хватит прожигать свои жизни. Давайте займемся по-настоящему нужными и по-настоящему ценными вещами. Храни нас Господь. Продолжение следует... Продолжение следует...